Поводом для напряжения социальной ситуации послужило совещание по вопросу реконструкции МОУСОШ номер 81 в Министерстве управления государственным имуществом Волгоградской области, которое состоялось 24 сентября. Участники совещания решили рекомендовать администрации Волгограда схему проведения мероприятий по реконструкции МОУСОШ номер 81. К этому документу приложена блок схемы мероприятий по реконструкции, согласно которой школа номер 19 планировалась присоединить к 81-й, а затем, с согласием администрации Волгограда, осуществить строительство на земельном участке, ранее находившемся под школой номер 19, жилого здания, который будет являться собственностью инвестора. Желание инвестора, в данном случае генерального директора ООО «Строминвест» Валерия Прозорова, построить элитное жилье в одном из самых престижных мест Волгограда понятно. Рентабельность строительства здесь довольно высока, есть инфраструктура, прекрасный вид на Волгу. Словом, не место, а конфетка. Но почему ради этого должны пострадать более тысячи ребятишек, их родители, педагогический коллектив? Дети очень переживали, то есть мы пытались всяческие родители и учителя их успокоить. Когда, значит, они об этом узнали, они вообще были в шоке. Мой ребенок лично плакал, он боялся, что школу снесут. Ну и большинство родителей, конечно, тоже на это отреагировали, потому что унять детей, их вот это вот негодование, они хотели идти на митинг, они хотели писать письма Путину, чтобы просить с просьбами, а то бы школу не трогали. В адрес депутатов городской думы посыпались многочисленные обращения с просьбой не допустить сноса школы, ведь такое решение может принять только городская дума. Однако ответа не последовало. Тогда родители школьников предприняли попытку добиться справедливости на вышестоящем уровне. Они обратились к депутатам облдумы и губернатору. Были подняты десятки документов, направлены многочисленные запросы. И выяснилось, что территория, на которой расположена 19-я школа, относится к охранной зоне. Какое-либо строительство здесь вообще запрещено. В администрации Волгограда об этом почему-то не знали. Или предпочли забыть. Мы показали, говорим, вот они, вот этот проект, которому не дали хода, и здесь охранная зона на территории 19-й школы. Даже с этих позиций нельзя допускать строительство здесь. Я уже не говорю о нравственных позициях, школу сносить в наше время, да. Когда мы планируем рост демографии, увеличение числа школьников после того, как сейчас их в детском саду мест не хватает, через какое-то время не будет катастрофически хватать мест в школах. И убирать школу – это просто безнравственно. То есть был, вы знаете, дан такой чиновникам мощный, грамотный отпор. И когда я видела, что они пришли с одним настроением, а потом сами же быстро переориентировали. При этом прекрасно выступила Радченко Ирина Анатольевна, руководитель департамента по образованию, которая сказала, что ни в коей мере, ни по каким критериям нельзя убирать эту школу. Очень хорошо выступили наши народные стройконтролевцы. И очень благодарны архитекторам. Они вот чиновники, но они, вы знаете, все-таки профессиональная совесть выше чиновничества. И они тоже сказали, что вот этот проект просто в принципе не осуществим. Под давлением областных властей и общественного мнения, мэрия отказалась от своих варварских планов по сносу 19-й школы и переводу ее учащихся в соседнее образовательное учреждение. Я гарантирую, что на сегодняшний день этот вопрос закрыт. Не будет строительства здесь, и не будет сноса школ, и не будет строительства вокруг 81-й школы. Другое дело, надо дальше работать и добиваться, чтобы эти школы нормально ремонтировать. Сегодня дети могут спокойно учиться, учителя работать. Вот только надолго ли это спокойствие? Стремление оттяпать лакомый кусок городской земли у застройщиков не исчезнет. И пока в Волгограде нет легитимной и ответственной власти, случаи, подобные этому, могут с легкостью повториться. Продолжение следует...